Вдруг мою маму вызвали в Большой Дом. Вы знаете, Большой Дом это же. Большой Дом. И сказали маме, что она может оказать помощь, любимой в кавычках родине, и ей устроят поездку, значит, за границу, и она там, свяжут ее там с какими-то представителями, которые будут ей передавать какие-то сведения, и она даже, поскольку она в совершенстве, ее можно в любое общество там представить. У нас, как ей объяснили, вы знаете, как можно правильно держать вилку и нож, как можно вообще держать себе, как можно ваш можно представить, так сказать. И вы, значит, очень можете оказать помощь нашему, значит, и это вам совершенно не опасно, это никто не человек, у вас будут прекрасные документы. И мама сказала, нет, у меня дочь, я боюсь, я не могу. Ее все время вызывали, 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 без конца она все время говорила, что она не пойдет. Вот, когда ей стали говорить, ну что ж, хорошо, вот да, вашего мужа листой, если вы не хотите нам оказать помощь. Мама была в ужасном нервном состоянии, а у нее в это время начала пухнуть одна нога. Я не помню, как это называлось, это заболевание, но я знаю, что надо было делать какую-то операцию. А потом наступила, значит, весна, и меня отправили на дачу антропшена под Ленинградом, есть такое антропшена. И в этом антропшене я жила с няней, а мама приезжала по выходным дням, и папа приезжал. И вот тут я до сих пор не понимаю вообще как. До сих пор нет у меня ясности, как погибла мама. Значит, ее мама была уверена, что после этой операции, в таком состоянии, ее не будут посылать за границу, что она в таком... Она для того и делала эту операцию, и не надо было бы ее и делать, если бы она не хотела спастись этим от тем, что я посылаю тут за границей. И вот тут какая-то очень неясная сторона этого дела. Я жила в этом антропшене. Папа и мама приезжали по выходным дням. Вот как-то я помню очень... Почему я запомнила этот... Очень хорошо запомнила этот самый день, когда я последний раз видела маму. Очень хорошо. Это был тридцать... Ну, я уже потом сообразила, что это был тридцать четвертый год летом. И мама, значит... Папа не приехал на каком... Мы жили в этом антропшене. Мама приехала, как всегда, на выходной день. И надо было мне... Мы всегда ходили... Тогда уже нянечки у меня не было, была Нюша. Была домработница. И, значит, мы пошли маму провожать. А от станции было далеко до... От этого... От тропшена... Не на самой станции мы жили, а в какой-то деревне мы жили. В деревенском доме. И тогда можно было договариваться, что приезжал лошадь с коляской и везла на станции. Тем более, мама еще не могла оправиться после операции долго ходить. И она, значит, заказала эту самую пролетку. И я пошла мамочку провожать с Нюшей. И вот, как сейчас помню, последнее, что я помню о маме. Это такой вечер. Такое солнышко уже, которое немножко садилось. Это пролетка, лошадь. И она едет тихо, а мы сзади идем. Не знаю, почему мы не едем, а идем. Я так... Мама так меня обняла, а сзади Нюша идет далеко от нас. И что-то... Что-то мне... что-то мне мама говорила, что... что я обязательно в этом году начну заниматься французским. И вот мы шли с мамой. По этой, значит, такой вечер. Цокают копыта в коляске. Едет одна коляска. Мы идем за лошадью. И мама мне говорила, что это обязательно. Нужно тебе на будущий год отдать в школу. А по-французски я с тобой буду сама заниматься. Потому что, судя по тому, как плохо они к Пошу, братом, наверное, учат в его школе, там не все преподавательницы могут поставить хорошо произношение. Я сама буду с тобой заниматься, а ты будешь учиться уже все-таки нормально в школе. В третий класс тебе отдадим на будущий год. И мы еще долго-долго так шли. Мама меня поцеловала, перекрестила, как всегда, села и уехала. Вот это был последний раз, когда я видела маму. Это был август 34-го года. А как уже потом-потом-потом я узнала, что 9 августа 34-го года, как мне сказали, мама умерла. Тогда мне девочки сказали. А потом мне сказали, что мама не умерла, а покончила с собой. И причину этого я до сих пор не знаю. Потому что мне было тогда 9 лет. Я очень хорошо помню, как ничего не предвещало этого. Что случилось, почему. И я думаю, что ничего не покончила с собой. Ее просто убили. Потому что ей уже сказали, что она должна была явиться туда-то, за границу, связаться с тем за всем-то. Она говорила, нет, нет, нет. Ее просто убили. Но какая-то туманная история. То ли самоубийство, то ли убийство. Потому что замешаны это были НКВД. И потом сразу же всю семью выслали в Казахстан. А помните, как это началось до этого момента? На отца вашего не давили, не арестовывали? Нет. Несколько раз арестовывали. Он же был офицер приоброженского полка. И арестовывали несколько раз. И выпускали его потому, что несколько детей высокопоставленных начальников учили, что считалось, очень хорошим преподавателем музыки. Они брали у него уроки. И благодаря этим сыновьям и дочерям выкопоставленных начальников папу арестовывали как офицера императской армии. А потом выпускали, потому что родители этих учеников холпостали за него. А потом, в конце концов, его в последний раз, всю семью это было, это было, наверное, это был 35-й год, по-моему. Это, наверное, в документах есть. 35-й год. Всю семью выслали в город Адбасар, в Казахстан. И сначала папе мы разрешали преподавать, и он, сколько денег мы продали там все, что могли, которые вещи нас выслали. Но очень мало разрешали брать вещей с собой. Ну и главное то, что... А, а меня сначала не послали, потому что я и после болезни была. Меня сначала оставили в Ленинграде у, значит, такой Серафима Федоровна Князевой. Самые первые мои годы были безумно счастливые, когда, значит, и няня у меня была, и эти Князевы. И только вот не было мамы. А потом он доступил в 37-й год. И как-то папу из этого... А, папу из Адбасара перевели в Алма-Ату. В Алма-Ату. И там в Алма-Ату. Папа женился. На нем... Немке Мелисе Броннегаутфобле. И... Все мамы, они родные, у которых я была, мне оставили... Сначала мне взяли в этот... А потом только... Они были удивлены, что как Михаил мог... Ну, как бы... Ну... Забыть там, скоро так, маму. И... Представить мне мачеху. И вот это... А моя нянечка милая, моя родная нянечка Мина, меня привезла вот из Ленинграда в Алма-Ата к папе, когда уже он женился. В тридцать седьмом, да, вас привезли? Да. В тридцать седьмом году меня привезли. И через несколько месяцев папу арестовали. И расстреляли. Единственная радость в моей жизни был этот маленький родился брат у меня, Андрей. и... Я его ужасно любила. Но... Особенно... Вот, значит... Жена папы была... ужасно ко мне суха. И... терпеть меня не могла. Как и я ее. Но папы не было. А я ей была все-таки нужна как-то. Потому что ее мать тоже арестовали. Это даже когда папу арестовали. Потому что она была немка. Голдфоголь была фамилия ее. Это мать. Моей мать. Папиной второй жены. После мамы. Вот. Но я... Вся моя мечта была только... Только бы скорее... Уйти. Единственная радость в моей жизни был этот маленький Андрей. Чик. Он тридцать шестого года рождения. У меня... Значит... Я там просто в этой... В этой моей мачехе буквально... Чуть не с голоду помирала. Я училась уже в школе. Здесь было совершенно нечего. И у нее была мать такая... Которая тоже меня терпеть не могла. Маргарита Камиловна с Голдфоголь. Немка. Их выслали как немцев. Из Венинграда. В Алмату. Но там единственная радость в моей жизни был маленький этот Андрюшка. Который... Свой фарточек... Оставлял мне кусочки хлеба. А ночью... Вечером приходил и мне этот кусочек хлеба всывал. Андрюшка. Так... Мне его жалко, что я так вот умер в общем рано. Тут есть его фотографии. Ну вот... А потом была война. А потом... А потом... А потом... А потом... А потом...